Везде эти валяются в покрышки, потому что с такими ямами, это ладно, благо, что не у всех колеса отлетает. Наталья счастливый обладатель дома на Рыбаковской. В их семье две машины. Но вот только по делам и за дочкой в школу женщина все чаще ходит пешком. Двигаться на машине просто небезопасно. Попав в яму, муж Натальи лишился колеса, да и сама она уже не раз возила машину в ремонт после вот таких дорог. Если еще раз какая-нибудь будет беда, я прямо буду в суток подавать, значит машина, чтобы восстанавливать. У меня уже денег нет восстанавливать машину, честное слово. Улица Рыбаковская была и остается самым страшным сном оренбургских автомобилистов. В начале 2000-х здесь уже проводили основательный ремонт, но он оказался недолговечным. В этом году на ремонт дорог планируют выделить порядка 12 миллионов рублей. Что-то отремонтируют и здесь, но будем надеяться, что в скором времени улица Рыбаковская дождется своего капитального ремонта. Плачевная ситуация не только на улицах Оренбурга. Пожалуй, больше всего страдают загородные дороги, в первую очередь из-за большегрузов. А теперь еще и паводок, вода размывает покрытие. Накануне на трассе Акбулак-Беляевка вас угодил в двухметровую яму. К счастью, люди не пострадали, но машине ремонт потребуется. В последнее время ямы все чаще становятся причиной серьезных ДТП. Сотрудники ГАИ уже подготовили и направили документы в прокуратуру. К административной ответственности привлекаются должностные лица, ответственность за содержание состояния уличной дорожной сети города Оренбурга. В настоящее время назначено административное расследование также по фактам выявленных недостатков, по результатам которых будет принято процессуальное решение. В Оренбурге уже готовы приступить к ремонту дорог. Уже можно сказать точно, что полностью будет отремонтирован мост через реку Урал на улице Донгусской. Уровень износа дорожного покрытия там составил 80%. Ситуацию на небезопасном мосту обещают исправить в начале мая. Торги прошли, то есть выявлены подрядчики, которые будут производить ремонт. Мы планируем в ближайший понедельник начать производить ямочный ремонт. Все работы по ямочному ремонту в этом году планируют завершить до 1 июня, а пока доживем до понедельника. Алина Льбукаева, Виктор Яковлев, Георгий Бурлуцкий, Новости дня.